Ну давайте я начну потихонечку. Меня зовут Дмитрий Кот, директор агенства продающих текстов. Те приемы, которые вы здесь сейчас увидите, я подбирал, руководствуясь двумя принципами. Первый принцип – людям лень думать. То есть не значит, что мы какие-то особенные, быстрые либо медленные. Просто когда человек сталкивается с рекламой, у него запускаются совсем другие механизмы в голове, нежели когда он сталкивается с произведением Пушкина. Раз. И второй момент – то, что нас постоянно сравнивают. То есть наше предложение, наше цены, на наши товары, на наши услуги постоянно идет осознанное либо подсознательное сравнение. Для того, чтобы продавать подороже и побольше, важно помешать человеку сравнивать, всячески помешать, ну и поиграть на это его нежелание, неготовность и думать, спасибо большое, додумывать, спасибо большое. Конечно, необходимо отстраиваться от конкурентов, конечно, необходимо продумать позиционирование, конечно, необходимо подавать свои сильные стороны, но когда это все уже есть и конкуренты повторяют ваши шаги, то можно поиграть с этим. Я автор трех книг. Первая книга «Копиратель, как мне съесть собаку», она о том, как писать продающие тексты, вторая email-магия, кищевающий руководство о том, как выстраивать взаимодействие с клиентами, третья опять про тексты, ну, собственно, и все. И вот то, с чем мы сталкиваемся в большинстве предпринимателей, то, что я посмотрел направо, посмотрел налево, все мои конкуренты предлагают примерно то же самое, называют это так же, оценивают точно так же, и все мы в едином понятийном поле пытаемся доказать клиенту, что выбирай меня, а не его, потому что я по каким-то критериям лучше, чем он. Поэтому давайте, я предлагаю вам не отказываться от ничего, что у вас есть, обвести некую дополнительную модификацию товара либо услуги и с ним играть, всячески тестировать, да, и смотреть, как или как ваши клиенты будут реагировать на ваши предложения. То есть некую модификацию вводим. Вариант первый, что мы можем сделать с этой модификацией, как, от чего отталкиваться, чтобы, да, проверить готовность клиентов, платить больше. Это помешать, то, что я говорил, сравнивать, а именно ввести некую нестандартную систему оценки вашего предложения. Но самый банальный пример продавцы овощей, когда-либо фруктов, либо сладостей, как-то цена пишется 100 грамм на ценниках, либо за 98 грамм. Я тут недавно купил пачку кефира, думал, полтора литра, а там литр 27, например, литр 207, сюда визуально выглядит так же, да, вот такие всякие уловки. Ну, например, если вы ходили в спортзал, либо если вы были в спортзале хоть раз, вы понимаете, ну, в большинстве фитнес-залов и спортивных клубов цена образования от времени, да, занятий. Либо с персональным тренером, либо с персонального тренера, оценка либо за посещение, либо за количество времени, там, за часовой тренировку. Вот секция бокса, где оценивается стоимость, ну, одной тренировки, зависит от веса спортсмена. Ну, на каждое индивидуальное занятие, если ты до 70 килограмм, с тебя возьмут 1500, а если ты свыше 90 килограмм, с тебя возьмут уже 3000, да, скорее всего, этому есть национальное объяснение. Удар по лапам спортсмена или по груши 90 килограмм, он гораздо сильнее, груша изнашивается сильнее, поэтому будь добр, доплати. Но, во-первых, это непривычно, во-вторых, да, как же сравнивать с другими конкурентами, когда у всех там за занятие, например, оценкой. Второй пример, пример складажа консультаций, когда мы, опять же, привыкли, что консультации оцениваются либо по времени, ну, либо штуками. А здесь же консультация, одна консультация, это 456 рублей за один совет. Ну, сколько советов вы из моей консультации вынесете, говорит специалист, ну, столько мы по итогу с вами и там рассчитаемся. Знаете, как старый, давным-давно, по-моему, в Голландии или в Англии, этот был придуман трюк юристами, адвокатами, что раньше адвокат, это и сейчас, в принципе, они делятся на две группы. Те, которые берут стоимость почасовую, то есть зависит от времени консультации, и те, которые берут за штуку, да, за одну консультацию определенной стоимости. Те, которые оценивают за время, они подпиливали задние ножки к стульям клиентских. Когда клиент садился, ему было удобнее, он разваливался, ему сложнее было уходить, он сидел подольше, соответственно, денежка капала. Те же юристы, которые брали по консультациям на оплату, они подпиливали передние ножки к стульям, чтобы сидеть было неудобно и постоянно быстренько сутулившись, быстренько говорить, проваливай. Ну, вот, тоже, как вариант. Опять же, нестандартное ценообразование, Интач, страхование. Плати столько, чем меньше едешь, тем больше платишь. Мы опять же привыкли, что это зависит от квалификации автомобиля, от его криминалити, да. Ну, тут вот, пожалуйста, меньше едешь, меньше платишь заказ. Как это по-особому расчет проводится? Подумайте, посмотрите на свой рынок, на свою ситуацию. Возможно, есть возможность, да, точно есть, ввести какие-то другие системы оценки, чтобы проверить готовность для аудитории платить. Следующий момент, ну, хоть какое-то отличие. Да, большинство бизнес-запоней есть, но бывает такое, что кажется, что, боже, я вообще банальщина, банальнее банального что-то продаю. И даже в этой ситуации можно чего-то найти. Однажды в магазине я увидел вот такой вот объект продаж, да, лимоны с листочком. Стоит такой набор 199 рублей в то время, пару лет назад я сделал фотографию, тогда обычные лимоны стоили 67 рублей килограмм, здесь же аж почти 200 рублей за листочек. Не знаю для чего, к чему. Более того, да, здесь такая ситуация, сейчас об этом буду говорить нам, когда мы дополнительно еще добавим объяснение, зачем мне к лимону листочки, то это вообще повысит, да, повысит привлекательность моего предложения, повысит продажи. В одном супермаркете столкнулись с следующей ситуацией, пригласили нового маркетолога, пришел новый маркетолог, и он решил немножко поэкспериментировать, поиграть на психологии людей. Он выбрал себе в качестве объектов продаж сладости, выбрал шоколадки Сникерс, и стал тестировать, как надписи на ценниках, меняя поведение покупателя. Там было написано все единицы за штуку, один батончик Сникерса стоит, допустим, столько-то долларов, либо столько-то центов. Ну, подумал, слушайте, ну, давай чисто на кураже напишу, возьми несколько батончиков, купи несколько батончиков и возьми с собой. Через месяц провели анализ по кассе, оказалось, что в среднем на одного покупателя 1,1 вместо единицы средней продажи Сникерсов были 1,1 целая точка, 1 десятая. Он подумал так, то есть где-то я нащупал какую-то золотую живу. Давай пойду дальше. Написал, следующий месяц на ценнике было написано купи 18 батончиков и положи в холодильник. Провели издевание полтора, в среднем полтора Сникерса покупали на одну покупку, то есть гораздо больше. Поэтому, когда есть некое объяснение, но это из нашей жизни, возьми три, чтобы два раза не бедут. Вот здесь, с листочком, чтобы чай был вкуснее, например, чтобы маринад был сочнее, что-нибудь еще, тогда дополнительно это повлияет все на продажу. Но опять же, да, хоть какое-то отличие. Книги с автографом, к этой книге прикасался кто-то, на одной из конференций я сфотографировал, так, в принципе, книга стоит 350-400 рублей, с автографом 750, ценности вот этого. Это такая рациональная, ой, иррациональная покупка. Чисто на эмоциях. А у меня книга, вот, с каракулем Брайна Трейси. Если хотите презентацию эту, то уже завтра утром получить, пожалуйста, смело отправляйте смс на этот телефон с вашим электронным адресом. И я вам завтра утром ее вышлю, чтобы вы не дожидаясь, когда официально организаторы вышли, чтобы уже завтра могли внедрять эти приемы. Дальше, следующий у нас подход, это придумать другое название. Один из моих любимых подходов, когда мы как-то называем то, что предлагаем, чуть-чуть, либо не чуть-чуть, либо совсем иначе, чем это делают конкуренты. Но на рынке тренингов, образования, всевозможных ивентов, это во всей красе такое разворачивается. Название, потому что по названию мы прежде всего сравниваем, и по названию мы прежде всего делаем оценку. Надо оно мне, либо не надо, и сколько это может стоить. В своей книге Дон Кеннеди, очень известный консультант, маркетолог, описал такой прием. У него был такой случай, у него был клиент, который занимался, он консультировал ритейл и помогал сокращать кражи сотрудников. То есть основной канал пытка, если мы говорим о воровстве, то чаще всего это сотрудники, которые не с уны. Чего он там спер, там гвоздик, тут сосиску, глядишь, уже и нормально. Соответственно, этот человек разработал свой чек-лист, свою такую систему рекомендаций, внедряя который любой владелец розничного магазина, сокращал кражи в два, может быть, в три раза. И выглядело это всего лишь как кусочек бумаги. Ну, ать, несколько листочков А4, скрепленных скрепкой. И они хотели за это порядка там 200 или 500 долларов. На что люди резонно возмутились со словами, что не могут три листочка бумаги стоить 500 долларов. Какими бы золотыми буквами они были написаны. Хорошо, давайте экспериментировать. Давай добавим к этому листочку диск с видеосоветами. Добавили. Все равно говорят люди, диск плюс бумажка не может стоить 500 долларов. Красная цена ему, ну, сотня, наверное. Хорошо. Тогда они упаковали все это в конверт, написали на нем систему по превращению краж и пошли продажи. Поэтому, вот выйдите, да, за эти пределы привычного нейминга либо категорий ваших товаров и посмотрите, как можно добавить. Ну, пример с действительным бизнесом обучения выездные тренинги. Распространенная ситуация она сейчас так посматривает периодически за разными тренером, наблюдая за организаторами, наблюдая, идет волна необычных названий для выездных тренингов. Бизнес-кэмпы, одно дело выездной тренинг за 1000 долларов, другое дело бизнес-кэмп. Звучит по-другому либо бизнес-ретрит. Что такое бизнес-ретрит? Ну, вот, на полянке бизнес-тренер на полянке рассказывают фишки. Это называется бизнес-ретрит, который, да, стоит 1000 долларов, а выездной тренинг задавали больше стоить. В голове у нас таких денег. Сладости для стройности, то есть ешь и худея, игра на наши традиционные до любви. Как бы так ничего не делать, при этом похудеть или потом поправиться. некие такие обыгрывать стереотипы либо обыгрывать желания либо нежелания клиентов. Ну, нет, безумно, это нравится. Фитнес-макарошки. Ну, либо макарошки, но при этом фитнес. Да, возможно, их состав другой. Овощи и клетчатка, но все равно изначально это макарошки, которые вкусно, ну и фитнес, ты как бы себя оправдал. Опять же, проводили исследование. Это было с Макдональдсом, по-моему, проводил. Да, по-моему, Макдональдс проводил, когда они вводили полезное меню. То есть были у них традиционные гамбургеры, все эти картофель-фри, и они добавили упоминание в меню о том, что те или иные блюда, они фитнес, и они содержат свежие овощи, свежие фрукты, и серии там, гамбургер с салатом, либо там, бутер, ну, как сэндвич с салатом. Я не заметил о том, что когда вы не добавили либо такую присказку, да, либо там буквально немножко этого салата, то продажи пошли больше, потому что человек сам себя оправдал здесь. Я не фостфуд ем, я им практически полезное блюдо, гамбургер с салатом. Ну, моя любимая, я не могу пройти этого мимо, когда квартиры выбираем, ну, я лично когда снимал, либо когда покупал, ориентировался всегда на площадь, либо на качество комнаты, здесь такая однодружка, когда, ну, я общаюсь с людьми на рынке недвижимости, мне говорят, не, ну, это все понятно, ну, это евродружка. Я говорю, ну, понятно, конечно, однодружка, это евродружка, я все понял, а сколько на самом деле это по факту комната? Они говорят, слушай, не хочешь однодружку, да и дву-трешку. Ну, и сейчас посмотрите на рынке недвижимости, что происходит, да, на ту же наружную рекламу. Ведь мало же уже просто какие-то комнатные квартиры, есть умные квартиры, есть эко-квартиры, есть там дву-трешки, а что это такое, что такое эко-квартиры, чем она от умной квартиры, либо от смарт-квартиры отличается. Ну, здесь та самая, да, невозможность дать повод сравнить. Ну, либо здесь, да, вот такая красота, тесто одно и то же, рецепт один и тот же. А еще, когда привязываемся к некому событию, в частности, к Пасхе, то оно не может, что кекс на Пасху стоит 49 рублей. никак он не может стоить. Поэтому, посмотрите, где вы можете свой вариант, да, ввести, добавить. Ну, отдельная ситуация, опять же, то, что называется нишей в классике жанра, но мы привыкли, что, ну, ну, везет другим людям, да, везет на других, в других бизнесах, на других рынках, у них есть где нишеваться. А что делать мне, продавцу овощей, фруктов, да чего угодно, разработчик программного обеспечения, чего угодно. Ну, то есть, введите модификацию, которая будет, там, не для всех. Да, у вас будет есть вариант картошки для всех, будет вот оптика не для всех. И, зачастую, да даже объяснять не надо, ну, у нас есть такая ситуация, мы пишем тут тексты, есть медицинские тексты, да, у нас есть копирательство в медицинское образование, но вся технология, все то же самое делается, там, тексты, либо тексты для обучающих продуктов, для тренингов. Методика тоже самая, технология тоже самая, но это отдельная услуга, тогда она отдельно привлекает людей. молоко есть, молоко для капучино. И, не каждое молоко для капучино подойдет. Это я вам так, голубо говорю, как краевед, да, вспомнить классиков. Либо, как-то, бродя по интернету, ну, сейчас опять же, вал такой спрос, массовый, какой-то интерес у людей к самогонным аппаратам, к возможному такому кухарству на приготовлении всего дома, ну, оказалось, что и самогонный аппарат, а если присматриваться, есть финские самогонные аппараты, есть какие-то немецкие самогонные аппараты, а если самогонные аппараты для приготовления элитного алкоголя, то есть там, как бы, по тягу ты нагонишь, а тут, ого-го, хотя, змеи, и тот же самый, и бак тот же самый. Поэтому просто введите, к чему призываю, к чему ввожу, просто введите модификацию, разновидность для той группы клиентов, на которую вы хотите ориентироваться. В Штатах большое количество, ну, у нас до кризиса тоже такая ситуация была, большое количество тематических журналов. Журналы для охотников, журналы для летчиков, журналы для домохозяек, журналы для людей, которые выступают на конференциях, ну, и так далее. И вот, производитель биологически активной добавки для улучшения зрения, он в каждом журнале рекламировал, он сделал просто разные этикетки. Вот этот журнале для охотников, он подавал свой бак для улучшения зрения, как специальный бак для охотников. Он повышает, зрение, улучшает зрение, повышает точность рибы. В журнале для летчиков-любителей он рекламировал этот же бак со словами специально для летчиков-любителей. Вы повышаете свое зрение и увидите в лучшем облаках. То есть, это к тому, что возьми 18 сникерцев и положи дома в холодильник, то есть, чтобы не надо было думать, не задумывая звук, я летчик, бак, беру. Такая же ситуация, опять же, к чему веду, потому что ввести очень просто, и мы зачастую ждем некого, да тут рано еще, подождите, фотографируйте, да еще, прелюдия. И мы ждем, что, ну, так часто бывает, что нужны какие-то внешние силы, чтобы произошли изменения в нашем бизнесе, как, например, изобретение антибиотика, пенициллина было, да, знаете же эту историю, что Флеминг, который изобрел пенициллину, просто случайно печенье, пронося, ходя по лаборатории и грызя печенье, он даранил несколько крошек в чашку Петри. Печенье запресневело, и оно стало там уничтожать бактерии вокруг, и он такой, о, удивился, ничего себе, что же я ем. Поэтому то же самое произошло с одним человеком, как с учительом математики, который давал себе объявления в журналах, и везде писал там, математика для учеников, ЕГЭ для учеников. И как-то худо-бедно это существовал. Однажды он опять же повторил это объявление и удивился, потому что поперли заказы, телефон раскалился до бела. Когда он прочитал свое объявление, он удивился, при наборе, в типографии совершили ошибку, и поставили для учениц. Мальчики по-другому математику воспринимают, чем девочки, и наоборот, нам хочется думать, поэтому мамы учениц записывались именно к нему. Поэтому подумайте, посмотрите, такое вполне возможно, вполне реально сделать внедритель. У меня по поводу комплектов, то, что Михаил говорил, опять же, можно думать как-то долго, стратегически, а можно просто методом перебора всячески это использовать, пробовать, и чего-то там обязательно откроется. Однажды ситуация с человеком, который устроился работать в ресторан морской кухни, и там одним из хитов блюд, блюд хитов были лобстеры, но их никто не брал. Потому что стоило они 10 долларов блюда, плюс еще к нему здорово, чтобы паисетик покупал салат, паисетик покупал вино, вместе получалась такая движительная сумма, и люди были не готовы. И лобстеры пропадали. Тогда он просто решил поиграть словами, подходя к каждому новому столику, он говорил, здравствуйте, у нас сегодня специальное предложение. Лобстер, салат и бокал вина 20 долларов, всего 20 долларов. На самом деле все это было в меню, и человек мог сам собирать. Но когда за тебя уже все готово, отобрали, сделаем, по 8 продаж в день делал, поставил тебе сам рекорд, его коллеги могли как понять, что ты творишь, как тебе удается подавать по 8 лобстеров, которые раньше мы вместе подавали. Поэтому вот здесь та самая комплектация очень хорошая, есть в этом плане прием, который называется готовые комплекты. Если посмотреть, они в принципе существуют на большом количестве рынков, начиная от премиального, когда Мерседес продает готовые модели, особая серия автомобилей до пиццерии, когда тебе говорится не надо собирать, не трать время на сбор пиццы, вот тебе готовая пицца, комплект со всеми начинками стоит дорого, покупай больше. И нормально все это идет, поэтому повторите, посмотрите на свой бизнес немножко со стороны, поиграйте с этим, а именно с необычным ценообразованием, подумайте, как вы можете цену изменить с каким-то отличием, со специализацией, ну и с комплектом. Катус вам его выслать, не забывайте про электронный адрес. Пока по количеству «хочу» без электронных адресов Москва на первом месте. Хочу, 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 хочу. Ой, забыл, 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 забыл адреса. Поэтому просто можно бесхочу выслать их в электронный адрес, я вам вышлю эту презентацию. Да, если у вас останутся вопросы, можно задать их сейчас, можно задать их потом в электронной почте. Пароль BITX24, я к таким письмам с паролями отношусь гораздо лояльнее. Меньше, ну, гораздо охотнее отвечаю, поэтому не забудьте сказать, что вы слушали мою презентацию. Большое спасибо за то, что слушали, за то, что сфотографировали. Если есть вопросы, то вам есть и на отвечу. Спасибо большое. Да, вопрос есть. Вы же тренер, в том числе. Сейчас будем тренинг проводить. Бизнес-ретрит. Да, да. Значит, смотрите, он довольно длинный вопрос, я его несколько раз прочитал, перескажу в более кратком варианте. Ребята, которые занимаются, имеют небольшую печатную студию, то есть печатают сувенирку, пишут, что делают реально крутые вещи. И спрашивают, называются они гусли. Такое название. И, собственно, спрашивают, а как бы сформулировать коммерческое предложение так, чтобы вот, ну, чтобы это было действительно круто? То есть, какую особенность можно для печатной студии, потому что у нее печатают все. Вот у меня вот напечатанный какой-то черепол. Все ее печатают. Как сделать так, чтобы вот прям было круто? Мне нравятся такие вопросы, потому что в них даже вы интонации играли, они делают реально крутые вещи, и надо сделать крутое коммерческое предложение. Вот догадайся, ну, сама, что они делают, что им надо. Давайте подумаем вместе. Момент первый, те же самые готовые комплекты. То, что делать особо, не тратишь, чтобы особо время на разработку, вот эти специальные крутые вещи для подарка маме, крутые вещи для подарка папе, крутые вещи для пост. Ну, посмотреть, конечно, на этом рынке присутствуют такие тематические, я бы выбрал какие-то дни за использованные, да, забытые сегменты, забытые ситуации для подарков. То есть, подбирать не мне, как покупателю, предлагать, если дружище, ну, вот те ручка с золотым пером, вот и думаю, кому ее подарить, и зачем никому она нужна. А именно уже с некими пояснениями, да? Вариант второй. Я бы проиграл ревность ценообразования. А именно сначала поназывал бы их по-разному, потому что какая-нибудь визитница, даже инкрустированная драгоценными камнями, она все равно остается визитницей. А если назвать ее немножко по-другому, ящик для воспоминаний, бокс для воспоминаний, инкрустированных золотыми камнями, тогда это восприниматься будет лучше. Вот такое тоже, что сейчас в рамках тематики на этой презентации есть. Ну, и, конечно, здорово, сегодня выставили чуть больше подробностей, информации, я смогу подсказать. Да, ребята, спрашивайте, Дмитрий, я уверен, он подскажет. И в завершающий, вот я постараюсь всем задавать такой вопрос, что написать в письме себе, нашим сегодняшним слушателям, в письме себе на будущее? Что себе пообещать по вашей тематике? Что им конкретно сделать завтра одним предложением? Записывайте. Я ничем не рискую. Вот делая вот эти мысли, которые вы сейчас записали до меня, в моей презентации, после меня, их надо внедрить, и внедряя и пробуя их на ваших клиентах, вы ничем не рискуете. Хуже вы себе не сделаете. Вот это я готов подписаться как Brian Tracy таким необычным автографом на этом письме. Потому что активность, то есть лучше сделать хуже, никого вы не оттолкнете, не отмените, не выжите, потому что у вас выведете модификацию когда-нибудь и тестируют. Ну то есть делай вот то самое и ничем не рискуете. Спасибо большое, Дмитрий. Такого бизнес-тритрица у нас получилась. Спасибо вам, коллеги, большое. Спасибо.